С вами Станислав, магазин электротранспорта Гироскутершоп и я вас приветствую на нашем канале. Сегодня у нас очередное видео, в этом видео мы с вами познакомимся с двумя электровелосипедами от компании Cicibo. Поехали! Своими глазами вы видите совершенно одинаковые велосипеды, но они отличаются. И сегодня мы с вами будем говорить о этих прекрасных велосипедах от компании Cicibo H1 Pro и H1 Pro Dual, полноприводный велосипед. Итак, друзья, мы начнем с вами ознакомиться с моноприводного электровелосипеда H1 Pro компания Cicibo. Дальше перейдем к полноприводному. Итак, друзья, начнем с колес. Колеса здесь у нас идут пневматические надувные, 20 дюймов. В некоторых видео и некоторых, соответственно, описаниях на некоторых сайтах пишут, что колеса не камерные, бескамерные. Друзья, посмотрите, здесь у нас стоит сосок, то есть вы видите сами, что здесь колеса не камерные полностью. Мы, в принципе, даже сами разбирали это колесо, и, соответственно, я вам в этом видео приложу, вот вы можете увидеть, что здесь колеса камерные, как камера сама по себе она выглядит. Мотор-колесо у нас, так как он моноприводный находится сзади, мотор-колесо у нас с вами идет 500 ватт, но производитель здесь указанными с вами 240 ватт. Вы видите сами, да? Обратите внимание. По факту здесь мотор 500 ватт. По завалению производителя максимальная скорость достигает 50 километров в час и пробег на дозарядке до 65 километров. Аккумулятор у нас с вами находится вот здесь под сиденьем, он быстросъемный, 48 вольт на 14 ампер часов. Как и ранее во многих видео я говорил о том, что любая скорость максимальная, также как и пробег, зависит от многих факторов. Сейчас я повторюсь, это погодные условия, ваш вес и манера езды, конечно, от этого влияет пробег и максимальная скорость. Итак, друзья, давайте с вами перейдем к аккумуляторной части, посмотрим где он находится и соответственно как его снять. Здесь у нас под сиденьем находится кнопка, нажимаем ее, откидываем сидушку, аккумулятор отключаем, снимаем, отключаем силовой кабель. Не забывайте, что у нас стоит ключ, ключ. За что он отвечает? Соответственно, само собой это для того, чтобы его заблокировать, потому что здесь у нас с вами идет металлическая консоль, которая удерживает сам аккумулятор, для того, чтобы он вправо-лево не ходил, видите, он хорошо стоит, не болтается. Утапливаете сам замок зажигания, ключ еще раз поворачиваете и все, он готов у вас к подключению, включению и к езде. Итак, отключаем, снимаем блокировку, вот здесь на экране сейчас оператор камеру подведет, вы все это видите. Вот замок убираем и вытаскиваем аккумулятор. Вот аккумулятор. Здесь на экране вы видите характеристики аккумулятора. Также сейчас мы с вами его взвесим. Итак, ставим аккумулятор на весы. И весы у нас показывают 4 килограмма. Вес аккумулятора H1 Pro 48 Вольт на 14 Ач. Итак, давайте перейдем с вами на подвеску. Подвеска у нас в данном электробайке находится только, присутствует одна, это передняя, задней подвески ее нет. Передняя подвеска у нас идет воздушно-масляная с регулировкой. Необычная подвеска интересная. Посмотрите, сейчас отрабатываем. Подвеска работает хорошо. Единственное, что сразу в глаза бросается и слух, то что у нас при нажатии подвески, вот передняя решетка, которая идет в комплекте, установлена, она бьет, немножко задевает фару. Сейчас на видео вы это прекрасно можете видеть. Слева-справа у нас находится с вами возможность регулирования. Давайте начнем с правой стороны. Здесь у нас вот такой замок нарисован. Здесь с помощью этого замка мы с вами можем регулировать мягкость и жесткость этой подвески. То есть, соответственно, сейчас она чуть-чуть пожестче. Видите? И уже не пробивает даже. До фары она не достает. Полностью поворачиваю направо. Подвеска практически, можно сказать, не работает. То есть, здесь мы с вами можем просто спокойно все регулировать и настраивать. С левой стороны у нас с вами находится тоже такой левая часть эллина написана. Сейчас мы раскрутим. Здесь мы с вами сейчас увидим ниппель, с помощью которого насос и компрессор вы можете подкачивать и регулировать также мягкость подвески. С передней подвеской мы с вами познакомились. Кто-то сейчас скажет неплохо, что нет задней подвески. Друзья, на самом деле скажу так, что двояко. Почему? Потому что, если была бы задняя подвеска, может быть, она пробивалась, не пробивалась. Это уже, конечно, мы можем только гадать. Но, тем не менее, за счет того, что здесь 20-дюймовые хорошие пневматические колеса надувные, широкий протектор вы видите сами на экране. Я на этом велосипеде покатался. Вы также можете к нам приехать в магазин и сделать тест-драйв бесплатный совершенно. И ощутите, что подвеска, в принципе, дискомфорт за счет того, что задней подвески нет. Ее нет. То есть едет хорошо, плавно, комфортно. И поэтому не могу вам сказать, что то, что нет задней подвески, это как-то влияет на комфорт езды. Насчет колес, да, то есть вы можете обратить внимание, колеса, как я сказал, 20-дюймовые, покрышки идут 20 на 4. Покрышки хорошие, плотные, хорошо себя ведут на дороге. В принципе, даже если необходима вам возможная установка сюда шипов металлических, то есть при необходимости вы можете заказать данную опцию в нашем магазине. Мы, соответственно, в нашем сервисном центре сможем установить. Также данные электробайки, как вы видите, электрофайдбайки, снабжены передней корзиной металлической и задним багажником. Задний багажник вполне хорошо себя может зарекомендовать с точки зрения как перевоз второго пассажира, но и также можно устанавливать для перевозки или доставки еды, либо каких-то небольших грузов, то есть можно корзинку, либо мешок какой-то ставить, крепить и делать свои доставки, либо перевозки. Данный у нас электровелосипед идет не только электро, но и как обычный классический велосипед скоростной. Система управления здесь у нас скоростей идет с Shimano. Если вы обратите внимание, спереди у нас стоит одна звезда большая и сзади снабжена 7 звезд, то есть 7 скоростей, с помощью которой, в принципе, если сядет у вас аккумулятор, вы можете спокойно переключать и педалями крутить, как на обычном велосипеде. Что касаемо системы торможения, друзья, обратите внимание, что система тормозная у нас идет гидравлическая, КСОД, можно регулировать с помощью шестигранника, более мягкости, плавной системы торможения. С левой стороны давайте поговорим с вами о системе управления. С левой стороны мы с вами видим тумблер переключения света, включение света, включение поворотников, которые они вроде как есть, но при этом вы видите сами, что они малозаметны, но тем не менее они есть. При включенной фаре габарит их практически незаметно. Также присутствует сигнал. Также с левой стороны у нас находится с вами блок управления, то есть кнопка включения самого электровелосипеда и отключения, а также электронная скорость. Здесь пять скоростей. Первая, вторая, эко, третья, нормал, четвертая и пятая, спорт режим. В данном велосипеде присутствует система паз, это ассистент, с помощью которых педали, то есть вы включили, не нажали газ и просто крутите педаль, он вам помогает, тем самым, соответственно, делает ваши движения на велосипеде передвижения намного легче и проще. По центру мы с вами видим жидко-кристаллический дисплей, небольшой такой, цветной, достаточно хорошо будет видно в любое погодное условие, в том числе вечером и в солнце, то есть отблеска от солнца не будет, то есть, соответственно, вы все будете видеть. Здесь мы видим одометр, соответственно, режимы скоростей, спидометры и заряд аккумулятора. Единственное, что было бы здорово, это для компании Setsiba обратная связь, я бы сюда еще поставил бы вольтаж, чтобы более четко и ясно было видеть, на самом деле, сколько осталось проехать, на данном, сколько заряда аккумулятора осталось. С правой стороны мы с вами видим тумблер переключения скоростей шимановских, то есть, как мы видим, я и сказал ранее, здесь 7 скоростей, так как сзади у нас находятся 7 звезд, понижающего и возрастающего. Система газа идет стандартная, мотоциклетного формата, нажимаем газ, он начинает ехать. Кстати, мне показалось, или здесь у нас, а, сейчас, все, режим скорости. Показал, что система есть безопасного старта, то есть, на подножке, когда он стоит, он не едет, но здесь просто я не выбрал скорость, поэтому выбирайте скорость, тогда он начинает ехать, то есть, на подножке он тоже поедет, будьте аккуратны. Освещение, вы видите сами прекрасно на экране, что у нас стоит спереди диодная фара, 4 диода. Сейчас я погашу свет, чтобы было более заметно, как он работает. Итак, что касаемо освещения, вы видели прекрасно, что оно есть диодная, точка она небольшая, поэтому, честно скажу, ну так себе, по освещению хотелось бы лучше. Поэтому, друзья, я рекомендую обратиться при покупке в наш магазин, вы можете приобрести любые Арктик, мы можем вам это установить и освещение будет у вас прекрасное, отличное в ночное время суток. Сзади у нас, как и смотрели, вы видите на экране, стоит стоп-сигнал, он же габарит и поворотники. Достаточно яркая, в принципе, здесь менять ничего не нужно. Итак, давайте поговорим по комплектации. По комплектации у нас идет фэтбайк, как вы видите, в собранном виде, можно, соответственно, в коробке заказывать в нашем магазине, если нужно в собранном, мы можем вам в собранном виде доставить, либо в упаковке, по вашему желанию. Итак, в комплектации у нас идет с вами зарядка 48-вольтовая на 3 Ач, учитывая, что здесь 14 А, по времени примерно в районе 5 часов, у вас будет полная зарядка, 3 А. 5 часов и фэтбайк полностью заряжен. Итак, зеркала заднего вида идут в комплекте, здесь также идут с замками, то есть, когда при установке на рулевую часть ставите, закрепляете и сюда по резьбе вкручивается зеркало заднего вида. Спокойно, хороший обзор, кстати, обратите внимание. Как вы уже заметили, что данный электровелосипед у нас идет складной, сейчас мы его сложим, посмотрим, насколько он мобильный и компактный, при этом вес данного электровелосипеда составляет 30 килограмм. Много ли это или мало? Ну, на самом деле, друзья, в принципе, я скажу, что учитывая его характеристики, его колеса, его габариты, достаточно хороший вес, потому что взять то же самое в среднем колхозники, колхозники весят там 27-28 килограмм, то есть разница всего лишь в 2 килограмма. Поднять его возможно, то есть подъемный. Давайте сейчас его сложим, отключим его полностью. Как он у нас складывать с вами? Итак, здесь у нас с вами фиксатор, отодвигаем и теперь складываем с вами велосипед. Сейчас мы уберем подножку. Все, мы его сложили. Также вы обратите внимание, что у нас подножка есть безопасная, скажем так, чтобы у нас звездочку не повредить. И теперь сложим рулевую часть. Руль у нас тоже складной. Вот так у нас убирается. Учитывая с того габарит, который он был, и в что он превратился, скажу так, что он транспортабельный. В любой автомобиль практически можно его засунуть. В кроссоверы, внедорожники вообще без проблем, в седаны. Здесь уже учитывая багажник вашего автомобиля. Давайте его сейчас соберем обратно. Как вы заметили, друзья, что собрать и разобрать, точнее сложить и разложить данный электровелосипед одному человеку это посильно. Скажем, не скажу, что это прям мега комфортно, но тем не менее, это возможно. Итак, что еще хочу сказать, что у нас с вами руль высота, также как сидение регулируется по высоте, поэтому здесь у нас он подходит как для подростковой категории возрастной, также для взрослого человека. Сейчас мы измерим с вами габариты, и на экране вы увидите размеры. Длина данного электрофотбайка у нас, электрофотбайка, составляет 175 см, ширина у нас составляет с вами по рулевой части 63 см. Итак, давайте измерим с вами минимальную высоту. Здесь у нас, вы видите, да, сейчас максимально утопленный руль, то есть ниже он уже не идет. По экрану, дисплей 100, 113,5 см. Максимальная точка составляет у нас с вами 129,5 см по руль. Сидение минимально 80 см. Так, и максимальная ростовка по сидению составляет 98 см. Итак, мы плавно переместились на H1 Pro Dual полноприводный электрофотбайк. Посмотрим сейчас, чем отличается он от своего младшего брата. Визуально он выглядит одинаково. Как мы сразу понимаем с вами, что здесь находится два мотора-колеса. Каждый из мотора-колес у нас с вами по 500 ватт. То есть номинально у нас идет 1000 ватт мощность полноприводной, но на мотор-колесах написано, на каждом, если вы обратите внимание, также по 240 ватт на каждом мотор-колесе. Обратите внимание, что у нас здесь все продумано от компании Си Циба. То, что у нас отключение от мотора-колеса, то есть в случае разбора, например, того же, самое очень удобное. Мы питание отключаем, фишку вытаскиваем, можно там бортировать, разбирать спокойно, снимать камеру или покрышку, не составляет особого труда. То есть на некоторых велосипедах, знаете, встречал, что силовой кабель идет полностью. И для того, чтобы у нас с вами разобрать и перебортировать колесо, это нужно вытаскивать силовой кабель и идти вот так вот. Ну, то есть создает, на самом деле, трудоемкую дополнительную работу, а тут уже все продумано. Итак, перейдем дальше. По габаритам все то же самое, как и на Си Циба H1 Pro моноприводном. Единственное, что отличие, конечно, есть по весу. По весу есть отличие, но незначительные, там порядка 31,4 килограмма, то есть разница 1,4 килограмма за счет того, что он еще полноприводный идет с вами. Также система управления. Обратите внимание, тумблер переключения скоростей и консоль сама управления. Она у нас вообще тумблер включения света другой идет. Система поворотников тоже самое, другая, отличается сигнал. Присутствует тумблер переключения скоростей. Мы сначала думали, зачем, но и для чего. В итоге прояснилось это сейчас. Попробую поднять его самостоятельно один. Сейчас включил первую скорость. Работают все два мотора колеса. Включаю вторую скорость. Работает только задний. И включаем третью скорость. Итак, вы сами прекрасно видели на экране, чем отличается. То есть первая и третья скорость у нас работают два мотора колеса, на второй скорость у нас работают только задний моноприводный мотор. Поэтому здесь можно прийти к заключению, что если вам нужен максимальный пробег и поменьше динамика, то и включайте вторую скорость и едете спокойно. Если вам нужна динамика и большая скорость, то при этом будет меньше пробег. Это первый, третий режим. Система управления блока электронным скоростями здесь тоже присутствует. Так же как на моноприводе. Первая, вторая, третья. Первая, вторая скорость у нас с вами идет эко режим. Третий стандарт. Четвертый уже сам максимально power. Как вы обратили внимание, у нас с вами отличается также дисплей. Вы видите прекрасно, что он визуально отличается, подсветка тоже немножко другая конфигурация. Здесь мы с вами видим заряд аккумулятора, одометр, спидометр, вольтаж вы видите, режимы скоростей и соответственно здесь вы показываете, какая у вас скорость. Касаемая система переключения скоростей, здесь все то же самое идет с Shimano. Спереди одна звезда, сзади у нас семь, то есть семь скоростей. Система тумблера переключения скоростей все аналогично. Газулька у нас с вами идет газ мотоциклетного формата, но что касаемо, вы сразу заметили, наверное, на экране, что система торможения. Ну как можно сделать на моноприводном электровелосипеде гидравлику, но на полноприводе поставить механику. Наверное, я так понимаю, что какая-то может быть загвоздка на заводе произошла, потому что здесь вы видите, друзья, сами все прекрасно наглядно своими глазами, что здесь стоит механическая система торможения. Ее, конечно, она неплохая, но по мне ее не хватает. Ее можно регулировать здесь, настраивать эту мягкость, все хорошо, конечно. Здесь вы все прекрасно видите, тормозные диски стоят, там у нас все классно, суппорта тоже здесь можно подрегулировать. Но гидравлика есть гидравлика, и поэтому мы сейчас от своего магазина хотим сделать вам такое небольшое интересное предложение. Количество товара будет ограничено, очень ограничено. При заказе в нашем магазине данного велосипеда полноприводного вы получите в комплект переднюю и заднюю гидравлическую систему КСОД. Такая же гидравлика, которая стоит на моноприводе уже по умолчанию, у вас будет в подарок на полноприводную. То есть у вас будет две системы торможения, штатная стоять механика, да, то есть ну и в комплекте, как я сказал, гидравлика. Повторюсь, что предложение ограничено, успеете заказать. Что касаемо комплектации. Комплектация аналогична, что на моноприводном. У нас идет 3 ампер на 48 вольтовая зарядка. Аккумулятор здесь 48 на 14 ампер часов. По время зарядки также где-то в районе 5-6 часов. В комплекте также у нас с вами будут зеркала заднего вида. Также хочется вам показать, где находятся у нас с вами контроллеры. Если на моноприводе у нас с вами находится в нижней части, вот здесь вот контроллер, так как у нас дно мотор-колесо стоит один контроллер. То на дуал полноприводном. Один контроллер снизу, также как на моноприводе. И второй у нас вынесен между рамой. Вот здесь. В коробе. В принципе защищен, закрыт хорошо. Но, друзья, скажу так, что я бы рекомендовал в любом случае сделать дополнительную гидроизоляцию. В любом случае любой электровелосипед, скажу так свое мнение, намного лучше штатно защищен, чем любой электро, практически любой электросамокат. Поэтому делать, не делать гидроизоляцию решать вам. Я бы рекомендовал бы. В нашем магазине также можно приобрести гидроизоляцию по очень очень качественной и по очень выгодной цене. Что хочется сказать по стоимости данных электровелосипедов. Стоимость электровелосипедов на момент обзора монопривод у нас стоит 77 999, полноприводный 93 999 на момент съемок. Но более актуальная цена всегда вы можете посмотреть на момент вашего просмотра по ссылке под этим видео. И также хочется еще раз повторить, что при покупке полноприводного вы получаете электрофэтбайка, вы получаете гидравлическую систему торможения в подарок. Но это еще не все. Вас ждут еще дополнительные бонусы, а какие вы уже можете позвонить в наш магазин по телефону, который указан в ссылке под этим видео и узнать об дополнительных акциях и дополнительных подарках. Что еще хочется добавить, друзья? Складывать я его не буду, потому что система складывается одинаково, что и на H1 Pro моноприводном. Мне хочется сейчас покататься, мы обязательно сейчас покатаемся, сравним, как они себя ведут, какие отличия. Здесь мне интересно, как на полноприводном системе будет работа паста, то есть система ассистент, на каких скоростях, скажем, на каких режимах она будет, на каких она не будет. В этом видео вы также увидите. Ну что, друзья, поехали. Ну что, попробуем покататься, посмотреть, как велосипед себя ведет. Но обычный холостой ход, скажу так, что, конечно, не как обычный велосипед потяжелее идет, но система ассистент здесь есть. И вот сейчас вы видите, как он подхватывает, он сразу с первой скорости начинает и идет. То есть в этом плане очень удобно и помогает при езде. Если даже у вас просто решили спортом позаниматься, да, или подсаживаться аккумулятор, просто газ не нажимаете, крутите педали. Система паз, ассистент, он помогает. Давайте сейчас попробуем покататься на электротяге. Хочу посмотреть, как в зимний период времени вот эти покрышки себя ведут и насколько тяга будет хватать с пробуксовкой. Могу сказать одно, что заметил гидравлик тормоза, которые стоят на этом велосипеде, очень хорошо схватывает и очень хорошая цепкость. Но мы сейчас видим с вами небольшой гололед на дороге кусками, поэтому с точки зрения, если вы планируете ездить в зимний период времени, рекомендую делать шипы на эти покрышки металлические. Безусловно, будет поинтереснее цепкость и держать дорогу. Ну что, пойдем на пухляк. Здесь немножко он есть. Посмотрим, как себя велосипед везти будет на пухляке. Ну скажу так, конечно, проскальзывание оно есть, вы сами видите, занос небольшой, но тем не менее преодолевает снежный покров и пухляк. Достаточно неплохо поддается данному футбайку. Учитывая, что монопривод неполный, мне очень интересно будет сейчас попробовать после этого велосипеда покататься на полноприводном. Сравните ощущения. Итак, сейчас включили пятую скорость. Попробуем на пятой скорости. Ну, по ощущениям, на низах почему-то он больше вытягивает, лучше тяга идет. Но, опять же, это по ощущениям. Заносы есть, вы это видите. Все-таки резина, хоть и, скажем так, протекторная, но тем не менее. Ну что, давайте сейчас попробуем преодолеть, спуститься с лестницы. Почувствовать, прочувствовать, скажем так, подвеску, как отрабатывать, передняя и как комфортно ли будет ездить. Ну что могу сказать по ощущениям, как я ранее говорил, что хоть задней подвески у нас с вами нету, но за счет пневматических больших колес 20-дюймовых и хоть и нет задней подвески, повторюсь, мне достаточно было комфортно. Не могу сказать, что прям какой-то жесткая отдача в спину либо в пятую точку. Такого не было. Поэтому можно смело сказать, что фэтбайк все хорошо идет на неровностях и комфортная езда. Сейчас хочу попробовать заехать. Конечно, будет проскальзать, безусловно. Хочу заехать, знаете как, все же не по лестнице, потому что по лестнице сейчас бессмысленно. Он не заедет, я больше, чем на 90% уверен. Первое попробую сейчас по пухляку. Ну что, тяговица его. Тяговица его хватило, чтобы заехать. Сначала немножко педали дал ходу, потому что с места разгон есть небольшая задержка, поэтому чуть-чуть оттолкнул педалями, а дальше уже на электротяге. И, в принципе, вы видели сами, мы заехали. Разгон у нас маленький, поэтому сейчас чуть-чуть дам ход педалями, помогу. И попробуем заехать по лестнице, насколько нам хватит. Ну что, друзья, вы сами все прекрасно видели. Мы по лестнице заехали до конца, с первого по последний пролет. Нам хватило мощности. Сначала, как вы заметили, я дал небольшой ход педалями, один прокрут, даже половину, наверное. И дальше он затянул сам. Единственное, что по ощущениям, если так резюмировать, мы поняли, мы перекачали немножко колеса. Перед выездом сюда на улицу мы решили подкачать еще колеса. И чувствуется, что, если мы немножко их приспустили бы, цепкость на пухляке, то есть на снегу, была бы лучше намного. То есть не самокат, а электровелосипед вел бы и цеплял еще лучше. Поэтому, что можно сказать? Моноприводный H1 Pro Сицибов молодцы. Хороший сделали педбайк. И даже в зимний промежуток времени можно его эксплуатировать, ездить. И он себя достойно держит на заснеженных сугробах в том числе. Ну что, меняем на полноприводный. Посмотрим сейчас, как полнопривод себя поведет. Мне очень интересно, как вам. Я думаю, тоже. Поехали. Взял я полнопривод наш H1 Dual Pro. Сейчас посмотрим, как этот зверь ведет себя на заснеженных просторах Москвы. Давайте сначала попробуем, как ведет себя Ассистент. Ощутил сразу, как я и говорил ранее в этом ролике, о том, что здесь у нас первая, вторая, третья скорость. Тумблер есть, помимо электронного переключения скоростей, которые присутствуют, их пять. Если мы включаем первую скорость, у нас работает с вами полный привод. Когда у нас с вами включена вторая скорость, это работает только монопривод, задний мотор-колесо. И на электронном табло, электронное переключение скоростей, со второй скорости у нас подключается Ассистент система паз. Вот он цепляет. Кручивый педаль, видите, он поехал, зацепился. Ну что, поехали на пухляк, посмотрим, как на полном приводе. Поставлю пятую скорость. Вот это зверь, друзья. Сразу чувствуется. Чуть в кусты не улетел. Здесь, конечно, как я сказал, что механика. Не хватает гидравлики. Но покатаем. Посмотрим. Сейчас мы здесь выпрыгнем. И сейчас заедем заново. Потому что вот этому зверю, полноприводному, бездорожье поддается легко. И это чувствуется. Я думаю, на экране вы это видите сами. Как я легко. Могу заехать. Друзья, что могу сказать. Впечатления от полнопривода. Они зашкалят. Наверное, мои эмоции сейчас на моем лице. Вы это прекрасно видите. Они передают это все. Если сюда поставить гидравлику, которая у вас будет от нас в виде подарка, то это вообще топовый электровелосипед, который захотели, поехали на моноприводе. Захотели, нужно, да? Поставили полный. Справляться будет со всеми практическими задачами. Как вы видите, бордюр не маленький, плюс углов сверху. Я подъезжаю, даже не приподнимаю вилку переднюю. Он заезжает спокойно, он тянет. То есть задний мотор помогает. Передний тяговец. Здесь просто огонь. Поехали дальше. Ну, здесь спуск, как вы видели сами, в принципе, как и монопривод, проблем нет. Сейчас попробую. Во-первых, я не буду помогать педалями. Попробую с небольшого разгона заехать. Ну, вы видели все сами. Я практически на какой-то ступени, на третьей или на четвертой, остановился, можно сказать. И нажал газ, и он подхватился, он уехал. Лед, снег, протектор. Тем не менее, вы видите сами, в снегу, подзабитый. Но, тем не менее, тяговица его хватает для того, чтобы он цеплял и тянул, преодолевал. В гололед, вот эту лестницу, и мы с вами спокойно заехали. Я поставлю, наверное, 10 из 10. Друзья, что думаете вы? Оставьте, пожалуйста, ваши комментарии. Покатались на полноприводном. Поняли для себя, что предела мы теста этого фэтбайка не нашли. Сейчас хотим придумать что-то, если здесь окружение, что есть ближайшее, как его еще можно потестить. Давайте посмотрим все вместе с вами и найдем что-то, какое-то ему, скажем так, сложности. Поехали. Друзья, мы попытались найти сложности. Вы видели этот сугроб. Въехали. Мы не знали, что там как. Надеялись, что будет лучше. Но, в принципе, оно так и получилось. Мы думали, мало ли там какая-нибудь спрятана плита, не дай бог. Или лед вообще. Но, тем не менее, он преодолел. Вы это все сами прекрасно видели. Я ставлю большой лайк. И мне лично этот фэтбайк очень зашел. И я могу сказать смело, что рекомендую приобретению. Мне на самом деле здесь не усладить, вообще не хочется. Мне хочется дальше дрифтовать, ездить, кататься. И зимний, могу сказать так, промежуток времени. Когда есть снег, когда есть сугробы. Это отдельное удовольствие приносит эти поездки. Вспоминается сразу детство. Согласитесь, друзья, кто сейчас смотрит этот видеоролик. Наверное, у большинства такой техники не было. И сейчас, учитывая, мы подросли, уже не дети. Кто-то еще старше. И сейчас вот эта современная техника, когда у нас имеется возможность оседлать этого коня, покататься и получить это удовольствие. Это не передать на экран, не передать просто словами. Это внутреннее ощущение, эмоции, которое я постарался передать вам. И надеюсь, вам это понравилось. Оба фэтбайка мне зашли. H1 Pro, моноприводный. Тяговицы его тоже хватает. Вы видите сами на экране, как мы прокатились, как мы проехали. В принципе, все ему те сложности, которые мы старались поставить, этому фэтбайку он преодолел. Что касаемо полноприводного, здесь вообще комментариев нет. Вот, цепляется очень хорошо, тяговитость заслуживает уважения. Вы сами тоже прекрасно видели, что мы ему еще усложнили задачу, потому что те препятствия, которые мы ему ставили стандартно, то есть нам этого не хотело. И этот фэтбайк вызывает дополнительные эмоции, дополнительные вызовы, скажем так, чтобы создать ему какие-то сложности и их преодолеть. Поэтому здесь могу смело сказать, что лично мне зашло. Мне зашло больше полноприводный. Но это, опять же, мое сугубо мнение. Кому-то нравится полнопривод, кому-то монопривод. Как говорится, на вкус и цвет выбирать и решать вам, какое приобретение. Приглашаю вас на тест-драйв к нам в магазин. Магазин у нас находится по адресу метро 1905 года, Большая Декабрьская Трит. Это строение 1, торговый центр электроника на прессе. Работаем каждый день без выходных. От метро это 200 метров. Также имеется парковка. Приглашаем на тест-драйв техники. Очень много различных, в том числе новинки. А с вами был Станислав. Всем удачи. Пока-пока.